Армрестлинг Независимо от того, сколько ему лет. Главное – тренироваться в своей весовой категории. Нет крайнего возраста, в котором можно прийти в этот вид спорта. То есть в легкую атлетику, будучи студентом, уже не придешь, да, если ты не начал с детства в плавании уже нет, да, в гимнастике ты уже вообще пенсионер, да, или в фигурном катании. Армрестлинг – это вид спорта такой, если у тебя есть как бы данные, то, в общем-то, можно начать, будучи студентом первого курса. Богатыри Казанского федерального решили побороться за звание сильнейшего на соревнованиях парамрестлингов в первенстве КФУ. Желающих попробовать свои силы нашлось около 200 студентов самых разных факультетов университета. Хотя студентов КФУ в хорошей физической форме много, но для каждого участие в соревнованиях имеет свой смысл. Ну, вырабатывать силу духа, силу воли, там, потом, ну, как бы, и в общем тело укрепляет, ну, и навсегда. Не то, что говорят армрестлинг, только руки. На самом деле это все тело, работает все тело. Даже за столом при борьбе работает все тело. Отметим, что даже в таком тяжелом и мужском виде спорта находятся представительницы слабого пола. Здесь юные спортсменки не отстают от парней в физподготовке и силе духа. Я участвую третий год уже, мне нравится, это я, получается, за честь института, поддерживаю командный дух. Мы командой занимаем призовые места, это очень похвально. Выявлены финалисты в своих весовых категориях. Победители будут защищать честь университета в межвузовских соревнованиях. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюз.